Две недавно. Мы в першиню сострялись с Игорем Михайловичем. У нас была одна из них, первая Альма-Матер. Я поступил на первый курс Белорусского Державного Университета на факультете журналистики. А он, дай Бог память, был на четвертом, был на пятом курсе. Вот им, прикладно, в одни и две же годы мы отремовывали режиссерскую профессию в Москве. Я у Тарковского района, у Михаила Рома. И вот, стоя в самой юначей поры, мы, как бы, в десяти годы и шли в обач. И по одной и той же дороге, дорогу эта называлась Белорусский Кинематографа. Я думаю, того порассказывать не треба, что на этой дороге сустракается все, что хочешь. И высокие взлеты, и великая роспочь, коли не отремовывалась так, як хотелось. Я повинен, як святка, засвечить одну речь. На всех этих складанных поворотах лесу, Игорь Михайлович николи не здрадзил той великой внутренней идеи, якая вела его пожитие в мастерстве. Мы вспомним люди девяностые годы, калина и вон их в очах, да и на в очах усилий, присутных людей, мастатства и немастатства, нелегкая доля нападкала и к темлику, и белорусский кинематограф, и он почал потиху помирать. Но это непросто было бирожить человеку, який отдал к этому кинематографу усе життё. И знов таки, як святка, могу засвечить, что в эти складанные годы, кали многие пристосовывались, и он николи знов таки не здрадзил самому себе. И он заставался самим собой. И он не был пристосованцем, и он не был лизаблюдом. Это означает, что у этого человека гена халуйства у криви не было.